МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первом заседании нового коллегиального органа приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. По словам главы региона, ассамблея должна окончательно организационно оформить уже выстроенную вертикаль взаимодействия законодательной и исполнительной власти органов местного самоуправления, то есть стать звеном в структуре уже действующих коллегиальных органов Совета региональных и местных властей Губернаторского совета. Сегодня здесь, в этом зале, вы это хорошо видите, собрались практически вся законодательная ветвь государственной власти, вся представительная власть местного самоуправления, начиная с уровня поселений и заканчивая депутатским корпусом районов и городских советов и, конечно, законодательным собранием в нашем регионе. Коллеги, я хочу еще раз обратить ваше внимание, что ваше высокое собрание отличает еще одна важнейшая характеристика. Это межпартийность. Здесь присутствуют депутаты всего политического спектра, представители Единой России, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР. Мы проводим нашу встречу в очень непростое, достаточно тревожное время и для всего мира, и для нашей страны, но и, конечно, и для нашего региона в том числе. Время угроз, время вызовов, время и проблем. Вновь, как и в 70-е и 80-е годы. Еще прошлого века западные наши партнеры, лидеры, ряда стран вынули из-под сухна различные планы экономического давления на Россию с целью спровоцировать политические, экономические, социальные кризисы. То есть хотят посеять у нас в стране страх, хаос, нищету, а где-то и смертоубийство. Как никогда остро сказываются и все российские экономические проблемы, которые накопились у нас за последние несколько десятков лет. Никто, кстати, и не скрывает, что мы находимся в очень непростой социально-экономической ситуации. Перед Россией в целом и Ульяновской области в частности стоит целый ряд вызов и проблем, я бы сказал, такого, глобального характера. И эти угрозы куда более серьезны, чем те, которые были в 98-м, 2004-м, 2008-м, 2009-м, 2010-х годах. Все мы понимаем, что область не остается в стороне от кризисных явлений. Еще в 2014 году у нас была подготовлена комплексная программа неотложных антикризисных в Мурьяновской области. И мы, наверное, одни из первых в Российской Федерации, по крайней мере, одни из немногих, кто тогда почувствовали о том, что это не на один год. Это только начало большой, очень трудной, я верю в это, успешной работы. А сегодня в условиях такой новой уже российской реальности мы разработали комплекс мер по росту экономики, по росту бюджета, повышению эффективности бюджетных расходов и сохранению социальной стабильности. Еще раз говорить и повторяю, в прошлом году это был антикризисный план, я чуть позже об этом скажу, каковы результаты. А в этом году это уже план, который должен обеспечить нам продолжение экономического роста. Нам удалось в объективно сложившихся тяжелых макроэкономических условиях подготовить и принять адекватный и максимально адаптированный к нынешней ситуации региональный бюджет. Я веду разговор о бюджете 2014 года, я веду разговор о бюджете 2015 года. Сложнейший бюджет. Не надо меня пытаться переубедить о том, что вот он как в 2006, 2007 или в других годах, вот так вот будет решаться и щелчок все эти наши проблемы. Я и вчера встречался с рядом руководителем муниципалитетов, руководителем поселений, и мы тоже обсуждали все эти события. Но мы еще раз говорим о том, что он действительно адекватный и максимально адаптированный к нынешней ситуации. Экономика нашей страны перестраивается. Тяжело, но перестраивается. Принимаются меры по снижению зависимости от западных монополистов, включается механизм импортозамещения. В этих условиях все усилия должны быть направлены на поддержку отечественного предпринимательства, снижение административных барьеров, привлечение и удержание инвесторов. Если хотите, это уже в какой-то степени элементы нашей стратегической политики. Я об этом уже говорил, и когда объявлял инвесторные послания, и когда говорил о предварительных итогах 2014 года. И, кстати, буду об этом очень подробно говорить на своем отчете перед законодательным собранием буквально через месяц. Кроме того, она должна стать основным инструментом развития нормативной базы Ульяновской области, формой взаимодействия и сотрудничества с исполнительными органами власти. В рамках первого заседания был утвержден состав межпарламентской ассамблеи, выбран председатель, утверждена структура и регламент работы. Коллегиальный орган возглавил председателя законодательного собрания Ульяновской области Анатолий Бакаев. Также были названы ключевые направления работы, в реализации которых должны принять участие представители межпарламентской ассамблеи. В их числе обеспечение устойчивого развития экономики Ульяновской области, включая устойчивое развитие сельских территорий, патриотическое воспитание населения, работа в рамках новой социальной политики, основными принципами которой являются адресность и нуждаемость. Действительно, в январе мы провели здесь всеобъемлющее социологическое исследование. Я думаю, что с результатами его через пару недель познакомим обязательно жители Ульяновской области. Результаты хорошие. Главный для меня вывод – это то, что такое горячее дыхание кризиса, которое уже чувствуется в Москве, пока не отразилось каким-то радикальным образом на настроениях жителей области. Тот потенциал, который есть здесь, сохраняется. Каких-то колебаний, падение поддержки властей здесь пока не зафиксировано. А в ситуации кризиса, когда у людей возникает масса вопросов, когда все риски усиливаются, когда нет ясности, куда идти и что делать, как сохранить деньги, как сохранить работу. Конечно же, доверие к власти – это один из ключевых ресурсов. Если во главе региона стоят люди, которые знают, куда его везти, которые последовательно реализуют программу развития, несмотря на все фруктуации, то, конечно, социальное самочувствие жителей постепенно приходит в норму. Если власть колеблется, если власть демонстрирует признаки растерянности, отказывается от своих обещаний, это, в свою очередь, усиливает разброд, шатание. К счастью для Ульяновской области, вот как показывает наше исследование, здесь пока обстановка стабильная, спокойная. Люди понимают, что ситуация изменилась не в лучшую сторону, но паники, депрессии, уныния пока не ощущаются. Этим надо воспользоваться. Надо предъявить региону, предъявить жителям осознанную программу работы в изменившейся ситуации. Насколько я понимаю, этим сейчас и занимается губернатор. Губернатор Сергей Морозов проконтролировал ход реализации инвестиционного проекта компании «Хэмпель». В рамках исполнения задач, озвученных главой региона в инвестиционном послании на 2015 год, на новом предприятии будет создано свыше 100 рабочих мест. Как рассказал генеральный директор ЗАО «Хэмпель» по Российской Федерации и СНГ Питер Дегротт, в июне этого года завод будет введен в эксплуатацию, а в июле произведет первую продукцию. В настоящее время компания осуществляет набор персонала. Напомним, строительство предприятия началось в прошлом году на территории индустриального парка «За Волжье». Объем инвестиций в проект составляет порядка 15-18 миллионов евро. На заводе планируется производить 16 миллионов литров краски в год. На сегодняшний день полностью завершено строительство производственного корпуса, производится монтаж оборудования. Кстати, «Хэмпель» – не единственный завод, который запускает линию в этом году. Весной планируется ввод в эксплуатацию первого в России завода по производству пластиковой упаковки «Джаки Пластик», а также производство автомобильных компонентов ООО «Немо Круз». Я могу честно сказать о том, что мы гордимся тем, что вы выбрали Ульянов Скобы для реализации его амбициозного проекта. в этом году, как можно сказать, что мы должны с вами создать дорожную карту, чтобы ваше предприятие имплементировать в нашу сегодняшнюю экономическую действительность. «Хэмпель» – благодарение за то, что вы нашли время посетить нас, спасибо за уже оказанную помощь в реализации нашего проекта. Мы создадим замечательную кооперацию с вами. Мы обещаем нашим клиентам, что мы будем запускать производство к июню месяца. Если мы могли бы ускорить этот процесс, то это будет хорошо для нас и для Ульяновской области. Стоимость минимального набора продуктов питания в Ульяновской области по-прежнему является одной из самых низких в России. Эта информация была озвучена в рамках очередного заседания правительственной комиссии по мониторингу состояния продовольственной безопасности и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка. Мероприятие состоялось под руководством губернатора Сергея Морозова в ходе рабочей поездки в Корсунский район. По словам экспертов, РОСЦА отмечается во всех субъектах Российской Федерации. В Ульяновской области показатель стоимости минимального набора продуктов питания в январе текущего года составил 3199 рублей 20 копеек в расчете на месяц. Это почти на 11% ниже, чем в среднем по России и почти на 3% ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Как было отмечено в ходе заседания, наиболее значительный рост цен на продукты питания произошел в конце декабря прошлого года и в новогодние праздники. В дальнейшем резких ценовых скачков на продукцию не наблюдается. В целях стабилизации ценовой ситуации и обеспечения максимальной доступности местной продукции для населения области по поручению губернатора Сергея Морозова организовано проведение областных сельскохозяйственных ярмарок в областном центре и крупных населенных пунктах региона. По информации организаторов, цены на ярмарках будут на 15-20% ниже рыночных. Губернатор Сергей Морозов поставил задачу перед руководителями органов исполнительной власти по построению многоформатной розничной торговли на территории региона. Это позволит обеспечить жителей широким ассортиментом продовольственных товаров местного производства, а производителям воспользоваться равными возможностями сбыта собственной продукции. Большой рост цен на картофель, на овощи, на сахар, на крупы, ну и на ряд других. Там вот тот ценник, который, те показатели, которые есть в результате отчетов всех предприятий, организаций, в госстатистике, ну зашкаливает коллеги. Там 140%, 130% к декабрю, к декабрю, до января. Такими темпами ни одна заработная плата ничего не достигнет. Народ, прошу прощения, так сказать, на глазах будет беднеть, беднеть и беднеть. Картофель – это продукт, который очень многоупотребляемый населением. Второй хлеб. В конце концов, это же не какая-то заморская, так сказать, а рыба деликатеса, чтобы, так сказать, она такими темпами росла. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время мы поразбирались. Вот мы в субботу с вами встретимся на ярмарке, поэтому я просил бы, чтобы было такое небольшое заседание президиума Комиссии по руководству безопасности. И мы как раз постарались объяснить, откуда такой рост, за счет чего такой рост. А самое главное, что будем делать. Понятно, что сейчас за счет ярмарок мы постараемся охладить пылу наших торговых сетей. На вашем случае надо, Александр Ильич, здесь серьезно разбираться с этим делом. Ну и просил бы вас в субботу меня проинформировать по вот этим нашим новым проектам, которые стоят пока на контроле губернатора. Фермерская лавка, фермерский базар, овощной сертификат. Вот эти три проекта больших. Будете добры меня держать в курсе. В Ульяновской области выстроят новую модель управления спортивными сооружениями. Губернатор Сергей Морозов проконтролировал ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Корсунском районе. ФОК в Корсуне должен стать очередным центром, который будет введен в эксплуатацию в рамках реализации федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2015-2016 годы. К настоящему моменту выполнены земляные работы, монтаж каркаса, стеновых панелей и лифтов, а также наружные работы по благоустройству территории. Возведены фундаменты, произведена кирпичная кладка стен и перегородок, сварены и сбетонированы ванны будущего бассейна, построены наружные сети водопровода, канализации, газопровода, теплотрассы. Подведены линии электропередач, установлена трансформаторная подстанция, начала работать новая котельная. Здания бассейна, переходы игрового зала полностью застеклены. Сейчас ведутся работы по отделке помещений бассейна, устройству внутренних систем отопления, водопровода, канализации и вентиляции. Всего на эти цели направлено свыше 170 миллионов рублей. Протопили на весь праздничный период чашу бассейна, что позволило нам сегодня запустить отделочников. По отделке на сегодня, вы сейчас увидите, плиточные работы, все вертикальные поверхности будут на следующей неделе закончены. И по плитке, по бассейну, по части останется две чаши бассейна и горизонтальная поверхность. Тоже сейчас это дело у нас. Сегодня стоит задача, на следующей неделе запускаем спортзал. Для этого вы в прошлый раз видели и нас воспитывали правильно, что у нас контура нет. Контур есть, все закончили монтаж, три панели смонтировали. И сейчас сантехники работают, заканчивают систему отопления спортзала. На следующей неделе запускаем. Неделю топим. После этого заходят строители и готовят чистовую поверхность под финишный слой самого спортзала. После осмотра строительной площадки глава региона провел совещание. Участники которого обсудили формы и методы работы областных спортивных объектов. Своим опытом и проблемами поделились специалисты Радичевского, Сенгелеевского, Новоспадского районов, а также города Новоульяновска. Сергей Морозов поручил провести анализ и представить предложение по выстраиванию новой модели управления спортивными сооружениями региона. Крайне важно попытаться сегодня услышать от Министерства физической культуры и спорта, в чем я, к сожалению, сомневаюсь, что услышим. Ответ на главный вопрос. Что изменилось и что должно еще измениться в оздоровительной, физкультурной и спортивной работе в муниципальных образованиях, в населенных пунктах, как открытие тех или иных спортивных объектов существенно оздоровило население. Судя по тому, что у меня есть, а я веду разговор о экране демографических показателей, мы сегодня будем говорить, например, в том числе на примере Корсунского района, а я сразу еще раз делаю отступление, забегаю в какой-то степени вперед, вижу, что в этом году, так как и в прошлом году продолжается рост смертности, то пока положительных результатов отвода такого огромного объема объектов мы не получили. мы не получили. Напоминаю о том, что в общей сложности мы потратили из регионального, федерального бюджетов и в рамках частного государственного партнерства больше пяти миллиардов рублей. Мы создали несколько сот новых рабочих мест. А еще раз говорю, перефразируя известные слова, получается после всего этого сидим в президиуме, а счастья нет. Поэтому прежде чем что-то строить, нам надо коллеги, уважаемые руководители муниципалитетов, самим себе сначала ответить. Что же изменится у вас в организационном плане, в рамках управленческой деятельности, в оздоровительном плане, чтобы люди независимо от возраста пошли на спортивные площадки, чтобы им было там интересно, чтобы у вас появится целый институт общественных инструкторов в микрорайонах, в селах. Что изменится в физкультурной работе, чтобы ребята были действительно готовы к сдаче норм ГТО. что изменится в спортивной работе, что вы сделаете для того, чтобы пополнить ряды спортсменов, которые будут защищать интересы Ульяновской области, Приволжского федерального округа, Российской Федерации. Если ничего не изменится, то тогда не приходите к нам за спортивными объектами. Я сегодня на коллеге прокуратуры достаточно откровенно сказал, что у меня есть большие вопросы к отдельному муниципальному образованию, потому что построив спортивный объект, мы очень часто видим чиновников, вместо того, чтобы там были как можно более комфортные условия созданы для детей или для других взрослых. Пожалуйста, слово Кузьмину о системе работы спортивных объектов Ульяновской области. Уважаемый Сергей Иванович, уважаемые коллеги, в субботу на зимних сельских спортивных игр наш губернатор дал старт целому циклу обсуждений программ развития физической культуры и спорта, в первую очередь муниципальных образований в Ульяновской области. И, конечно же, ключевым местом в этой работе является создание системы работы спортивных сооружений Ульяновской области. Что под собой принимается под системой спортивных сооружений? Это совокупность объектов, которые обеспечивают удовлетворение потребностям занятий физической культурой и спортом при наименьших затратах обществу, труда и материальных ресурсов. Система работы спортивных сооружений включает в себя первое – это организацию физкультурно-оздоровительной спортивной работы со всеми категориями населения. Это главная задача, особенно фоков в муниципальных образованиях. «Кто будет вовлекать их? Я не услышал. Или, как вот здесь написано у Кузьмира, от 60 лет и стаж всего полтора процента занимается. Кто ими будет заниматься? Есть предложения, слышали? Союз пенсионеров. Что такое Союз пенсионеров? Общественная организация? Значит, я понимаю, что это общественная организация. Где она работает? Она работает только в городе Ульямске. И чуть-чуть в Димитровграде. Значит, там, да и в городе Ульямске она очень, очень малочисленная, так сказать, она практически не занимается. Как вы собрались вовлекать эту часть населения? Как вы собрались в работающую часть населения в облигации? Ничего нет, коллеги? Поэтому, пожалуйста, у кого есть какие-то вопросы? Сергей Ильич, у меня вопрос. Для того, чтобы понять, что нам необходимо делать, нам понять, какая у нас сегодня ситуация в целом-то. Мы априори как гипотезу выдвигаем. Строим новые объекты. Количество занимающихся любых возрастов должно быть увеличено. Сегодня реально у нас эта гипотеза подтверждается в разрезе муниципальных образований. Где рейтинг? Где цифры? Потому что нас слушают муниципальные образования. Мы, в принципе, все должны на руках сегодня иметь. Что да, в Николаевке построили ФО, в разы увеличилось количество занимающихся по возрастам. Или в том-то районе построили ФО, как там в отдельных районах, но ничего не произошло. Это первое. Второе. Вообще, в целом, независимо от строительства этих объектов, количество системно занимающихся физической культурой и спортом в рамках муниципальных образований сегодня рейтингуется. Сегодня у нас есть, так сказать, территория лидера и территория аутсайдера. По аутсайдерам сегодня спланирована работа по исправлению ситуации. У нас есть какой-то средний показатель, стандартный показатель, к которому они должны были дойти. И сегодня можно их назвать, те, кто ниже этого стандартного показателя. И, по крайней мере, послушать, как они сегодня видят свою работу по исправлению ситуации. И в чем причина. В чем причина. То есть, вот этот анализ, он должен как бы так вот основой, наверное, быть сегодняшнего разговора. нам нужен бассейн, нам нужен ледовый дворец, нам нужно развивать лыжи и нам нужно дальше заниматься футболом. Давайте определим приоритеты. Определили приоритеты. И мы строго идем по этой программе со всеми вытекающими последствиями. Чего? Мы решили о том, что, значит, там, допустим, тому же Сингилеву не нужен этот стадион. Этот стадион не только для футбола. Этот стадион и для лапты, этот стадион и для других неолимпийских и национальных видов спорта. Этот стадион, по большому счету, не только для Сингилеви. Этот стадион и для Теренги близко находящейся, и для целой части, большой части Ульяновского района, который через дорогу всего лишь находится. Я поэтому и повторюсь, что действительно Сингилев может стать вот таким центром, всероссийским уже центром. Игорь Викторович, достаточно много вопросов задал, ответ в том, что никаких нет. Я сейчас, конечно, Валя. Я сейчас говорю о том, что вот, прежде чем обсуждать систему работы спортивных сооружений, должен быть серьезный анализ. Сейчас говорю, мы в Павловке построили в 2005 году, помнишь? Да. Я еще работал в правительстве. Спортивный комплекс. Вот что? Вот там перевернулось, в хорошем смысле слова, значит, после этого введения этого огромного спортивного объекта. Что? Ничего. Почему? Почему? Значит, занимающихся просто там нет. Почему? Мы знаем, что уже несколько месяцев, соответственно, идет большая переписка по передаче данного объекта областной собственности. Да причем здесь областная собственность или федеральная собственность, или коммерческая собственность. спортивный объект, говорят, такой спорт для них практически был опасен. Что изменилось? Ничего получается. Если мы сейчас вот так вот пойдем по всем спортивным объектам, которые мы сделали, получается по большому счету по цифрам ничего не поменялось. Судя по тому, как вы нам докладываете одну цифру, полтора процента, я вам еще раз говорю, мы построили спортивных объектов значительно больше, чем в советское время. Причем крупнейших спортивных объектов. Не те ведомственные спортивные объекты, которые были построены там при отдельных заводах, а крупнейшие. А количество занимающихся в Ульяновской области сегодня меньше, чем в советское время. Тогда вы мне объясните, как же так. Потому что это не первая встреча. Значит, вы даже никуда не поехали для того, чтобы сейчас посмотреть, какие нормативные, где этот стандарт системы работы спортивного сооружения. Я говорю о том, что открывая спортивный объект, он должен быть, вот если хотите, таким вот вулканом, гейзером, не все равно какое-то, так сказать, подобрать слово, для активизации всей спортивной жизни в муниципалитете. Команда администрации Кузоватовского района заняла второе общекомандное место на областном фестивале-форуме «Экипаж-2020». Мероприятие состоялось в минувшие выходные в городе Ульяновске. Соревнования между представителями органов государственной власти и самоуправления прошли под девизом «День как жизнь», и его название вполне оправдывало себя. День для участников выдался насыщенным самыми разнообразными событиями. Несмотря на довольно холодную погоду, настроение у команд было приподнятое. Зарядка с ростовыми куклами зарядила всех бодростью и настроила на победу. В открытии форума принял участие губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. Мы на протяжении уже десяти лет с вами проводим уникальные события в культурной, спортивной, в общественно-политической жизни нашего региона. И это событие называется форум «Экипаж-2020». Я искренне рад, что именно мы с вами стали законодателем этого замечательного события, потому что это событие, это корпоративное событие, очень активно сейчас идет по территории Российской Федерации. Все больше и больше субъектов Российской Федерации изучает наш с вами опыт, внедряют его, наверное, делает лучшее. А в этом и есть главная цель всего того, что мы с вами делаем. Форум прошел в честь нескольких событий одновременно «Года литературы», «Года национальной памяти и славы в Ульяновской области», «70-летие победы в Великой Отечественной войне» и «Дни Симбирского края» и Ульяновской области. На интеллектуальном конкурсе «Что, где, когда» участники форума продемонстрировали свои знания в области литературы и истории родного края. Следующий этап – чайная галерея у самовара. Команды муниципальных образований представили выставки, показывающие чайные традиции в районах Ульяновской области. На фоне традиционных чайных посиделок с сушками у самовара особо выделялся Кузоватовский район, представивший чайную церемонию в русской бане. Жюри и зрители оценили оригинальные пироги с вытребеньками, которые выпекаются только в нашем муниципальном образовании. А если будет настроение, можно чай и не с вареньем, можно с рыбкой и грибочком и огурчиком из бочки. Как бы ни изменялись ценности, песни всегда останутся культурным наследием человечества. Именно в годы Великой Отечественной войны было создано большинство полюбившихся нам песен. Их и исполнили команды муниципальных образований на конкурсе песен на военных, военных и послевоенных лет «Никто не забыт, ничто не забыто». «Жди, когда снега не тут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут вас за вечера». По итогам мероприятия команда администрации Кузоватовского района заняла первое место в конкурсе «Чайные традиции», третье место в конкурсе песен. Таким образом, муниципальное образование завоевало второе общекомандное место из 30 команд. Светлана Фадеева, Галина Запкова, Кузоватовский район. Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова